Добрый день, Рыжка. Нам очень рад находиться сегодня у вас в гостях. Мы сегодня требуем, чтобы такие проекты, как канализация и водопровод, стали национальными проектами. Я предложил, давайте вернемся к ГОСТу. ГОСТ это была конституция для каждого производителя в стране. Мясо было мясом, молоко было молоком. Сегодня люди в селах мне говорят, мы готовы выращивать 20-30 разных видов животных в год, но нам нужна гарантия, что у нас через год это купят. А гарантия была у нас только тогда, когда у нас были региональные закот-конторы. Мы сегодня четко понимаем, что есть проблема с пенсиями, где минимальная пенсия 1180 лет. 225 тысяч лет сегодня максимальная пенсия. Задача, пункт номер один. Мы устанавливаем потолок на максимальную пенсию, автоматически растет что? Минимальная. Давайте уберем все компенсации, включим их в пенсию, чтобы человека не гонять за несколько сотен лей и ходить с протянутой рукой, постоянно просить примарию за отопление зимой. Все это включаем в пенсию, чтобы мы на севере не зависели от скорой помощи из Кишинева. Одну скорую помощь, старую, они ремонтируют в Пельской больнице своими силами. А с 1 августа начнет ездить машина скорой помощи, которую я купил за свои деньги на день города Пельс, но это для всех жителей севера, чтобы у нас была наша машина, которая обслуживает 12 районов на севере, чтобы не ждать машину с Кишинева. Иногда 30 минут это много. Я остаюсь на позиции, что стране нужен ревизор, завхоз и для этих неходяев хирург. Спасибо, Рыжкан, и всем хорошего дня. Мы поехали дальше работать. Спасибо. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова